Иностранец мог совершить теракт в Самаре, силовики задержали диверсанта. От нелегальной торговли до штрафстоянки один шаг. Самару освобождают от незаконных киосков. Плодово-ягодный день по церковному календарю. Православные христиане отмечают яблочный спас преображения Господня. Выходцы из Средней Азии, готовившего теракт, задержали в Самаре. В доме, где проживал 34-летний мужчина, нашли пять тротиловых шашек. Общей массой почти два килограмма автомат и 30 патронов. Инструкции по минно-взрывному делу, клятву верности лидеру запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», наставления членам незаконных вооруженных формирований, а также религиозную литературу, внесенную в федеральный список экстремистских материалов. Спецоперацию сотрудники ФСБ и МВД провели в Ленинском районе Самары. Привлекательность Самары для инвесторов выросла. Одно из самых ведущих международных агентств Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги города в иностранной и национальной валюте на уровне BB+. До февраля прошлого года он сохранялся на уровне BB. Кредитный рейтинг BB+, на сегодняшний день, является одним из самых высоких среди регионов у муниципалитетов России, отражает стабильные бюджетные показатели Самары. Ее финансовые возможности, а также повышает репутацию города, как открытого для диалога с инвесторами. Кроме того, он позволяет заключать сделки на наиболее выгодных условиях, является эффективным средством, при помощи которого администрация Самары может сообщить о своей кредитоспособности инвесторам, банкам, поставщикам и клиентам, заключающим долгосрочные контракты с муниципалитетом, способствуя повышению общей инвестиционной привлекательности города. В Самаре ищут дополнительные места для организации сельскохозяйственных мини-ярмарок, где производители могли бы продавать продукты прямо с колес. Это должно быть наиболее удобное для жителей площадки, дворы жилых домов и территорию проходных предприятий. Это обеспечит экономию для фермеров, они не будут платить за место, а в конечном итоге выигрывает покупатель. Отсутствие арендной платы скажется на цене. Мэр города Олег Фурсов также дал поручение держать под контролем и цены на уже традиционных сельскохозяйственных ярмарках и строго спрашивать за санитарное состояние прилегающей территории. Мониторинг еженедельно вести по ценам, чтобы цены там были не выше, чем в магазине или на рынках существующих. И обязательно мониторинг состояния прилегающей территории. Что раньше были такие примеры, когда территория около рынка замусоривалась, особенно это касается таких вот временных мест. Надо за этим следить и прошу глав районных администраций тоже на это обращать внимание. При этом в Самаре продолжают бороться с нелегальной торговлей. Незаконные киоски демонтируют и отправляют на штрафстоянки. Свидетелем еще одного сноса стал Андрей Горгуленко. Галине Карпенко, как и ее соседям, киоск, что стоял прямо под окнами, доставлял одни неудобства. Возле него круглосуточно собирались шумные компании, курили и выпивали. Ночью создавались проблемы, потому что появляется молодежь, кричи. В каком они состоянии, что они употребляют, не знаю. Чем там торгуют, практически я не знаю, потому что я не пользуюсь услугами этого киоска. Он изжил себя. Он работает круглосуточно. Нет ни водопровода, ни канализации. Киоск нарушал многочисленные нормы. Противопожарные безопасности, санитарные, технические. Также точка, торгующая алкоголем и сигаретами, находилась в непосредственной близости к музыкальной школе. Потому было принято решение демонтировать магазин. Хозяин ларька был предупрежден, что ему необходимо освободить территорию и вывезти киоск самостоятельно. Однако до часа икс никаких действий владелец не произвел. И судьбой торгового помещения теперь распоряжается администрация города. Мы его отправляем на штрафстоянку. У нас есть места, которые предназначены для хранения вывезенных незаконных киосков. Киосков мы вывозим много. Город постоянно освобождает свою территорию от незаконных киосков. В прошлом году мы вывезли 1300 киосков. А в этом году мы уже вторую сотню вывозили. Работа проводится постоянно. В ближайшее время территория будет благоустроена. Место заасфальтируют, придав ему цивилизованный вид. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Яблочный день по церковному календарю. Православные христиане отмечают преображение Господня. Во всех храмах прошли торжественные богослушения и освящение плодов нового урожая. В одном из самарских приходов праздник встретил Олег Зверев. Он расскажет об истории и традициях. Преображение Господня – один из 12 величайших церковных праздников, напрямую связанных с земной жизнью, проповедью и крестными страданиями Иисуса Христа. В этот день во всех православных церквях мира проходит торжественное богослужение. Здесь, в Самарском храме, в честь святого Спиридона Тремифунского, литургия проходит прямо под открытым небом, поскольку храм новый, и сейчас внутри идут отделочные работы. На литургии воспоминаются евангельские события, когда незадолго до своих страданий Иисус Христос и трое его учеников взошли на вершину высокой горы, где и произошло чудо преображения. Одежды его сделались белыми, как снег, а лицо просияло ярким светом. Мы с вами видим, что Господь показывает, что Он не чудотворец, Он не человек. Он показывает, что именно Бога человек, поднимший на себя природу нашу немощную, воплотившийся в Бог Слово. Мы с вами слышим это через слова Бога Отца, который говорит, «Это мой Сын возлюблен, о Нем же, о Его послушать, о Нем же благоволих». Ему поклоняются Христу величайшие святые Ветхого Завета, Моисей и Илья. Мы должны преображаться, внести в себе добро, любовь, ну вот все, что нужно людям. И жить по заповеди Божим. И все тогда у нас будет, и Россия воспрянет. Преображение Господня в народе называют яблочным спасом. Понятное дело, что к яблокам сам праздник не имеет никакого отношения. Просто в это время созревают плоды нового урожая. И с древних времен существуют благочестивые обычаи в этот день освящать церковным чином овощи и фрукты. Благослови, Господи, плод сей лозный новый. Олег Зверев, Григорий Пельшаков. События. Далее, коротко о других темах дня. В Самаре на 4 дня отключат горячую воду. Это произойдет в понедельник, 22 августа. Ограничения введут для проверки теплотрасс города. Без горячей воды останутся жители домов, расположенных на улицах Нагорное, 22-го портсъезда, Физкультурное, Алматинское и проспекте Металлургов. Авария с участием двух дорогих автомобилей произошла на шестой просеке. Очевидцы выложили фотографии в интернет. Автомобиль Порше врезался в Тойоту Ландкрузер. Машины получили незначительные механические повреждения. Однако, учитывая стоимость автомобилей, такой ремонт может обойтись в сотни тысяч рублей. Собрать ребенка в школу в Самарской области стоит более 18 тысяч рублей. При этом более двух трети от этой суммы родители потратят на одежду и обувь для школьника. Год назад Самара Стата ценила эти хлопоты на тысячу рублей дороже. В то время как в 2014 году сумма покупок для ученика составила 16256 рублей. До Кенеля и Новокуйбышевска можно будет добраться дневным экспрессом. С 1 сентября в маршруте поезда Уфа-Самара-Саратов появятся дополнительные остановки. Основанием для изменения послужили многочисленные просьбы пассажиров. В связи с изменением схемы движения дневной экспресс Уфа-Самара-Саратов будет курсировать по откорректированному расписанию. Из Уфы поезд будет отправляться в 8.35, из Самары в 16.10, в обратный путь экспресс отправится из Саратова в 6.05, из Самары в 13.23. Погода в регионе четвертый день бьет рекорды и останавливаться не собирается. Накануне в Самаре зарегистрирован новый температурный рекорд – 36,3 градуса по Цельсию. Предыдущий был зафиксирован 78 лет назад, еще в 1938 году. Тогда термометр показал 32,7 градуса. Впрочем, это еще далеко не конец. Самарские синоптики прогнозируют жару и высокую пожароопасность в большинстве районов области вплоть до воскресенья, 21 августа. Принцип жизни – клятвы Гиппократа. 20 сотрудников медсанчасти номер 2 получили памятные медали «Куйбышев запасная столица». Награды им вручили за верность профессии и вклад в медицину. Сюжет Алины Чемерес. Организовать качественную и доступную медицинскую помощь – ее работа уже более пяти лет. Заведующая поликлиникой медсанчасти номер 2 Светлана Обухова пациентов принимает каждый день. За труд и вклад в профессию сегодня ее награждают памятным знаком «Куйбышев запасная столица». Самое главное – построить доверительные отношения. Всегда со стороны врачей и медперсонала – это сочувствие пациентам. Потому что если ты не будешь сочувствовать, не будешь их понимать, то ты не сможешь качественно и хорошо оказать медицинскую помощь. Сегодня медсанчасть номер 2 обслуживает 85 тысяч человек. Здесь есть все – поликлиника, детское отделение, женская консультация, своя лаборатория, физкабинет. С людьми работают высококвалифицированные доктора. Чтобы каждый пациент вышел отсюда с богатырским здоровьем, в медсанчасти трудятся более 500 врачей и медсестер. Сплоченный коллектив, профессионалы своего дела работают. И несмотря ни на какие трудности они сохраняют свою верность к профессии, у нас 24% сотрудников старше 60 лет. И тем не менее, благодаря их знаниям, профессионализму и умению наставляются молодые кадры и продолжается лечебное дело. За верность медицине медаль Куйбышева в запасной столице получили 20 человек. В основном это те, кто трудится в медсанчасти уже много лет. С теми, кто каждый день на страже здоровья жителей, пообщался герой России Игорь Станкевич. Он поблагодарил медиков за работу. Когда звучат такие слова, это оценка уже профессионализма, а не просто отношение врача к своему пациенту. У них появляется улыбка, они понимают, что этот день уже для них знаковый, что у них отмечены не просто их труд, а отмечены то, как они работают длительное время и как общаются со своими пациентами. Врачи делятся. Для них юбилейная медаль – вторая по значимости награда. После благодарности пациентов. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. А вот о чем мы вам расскажем в наших следующих выпусках. До часа икс меньше месяца готовы ли Самара к выборам? Жигули, окутанные тайной. Все легенды о Самарской Луке собраны на одной выставке. С пользой для души и ума автопробег по святым местам приурочили к 165-летию губернии. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Андроид и Айос. Удачи вам! Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok